Субтитры делал DimaTorzok Сидеть с голым брюхом, чтобы белые трусики чуть было видно. В общем, я бы хотел такой парик в коллекции иметь. Мы дебоширим в каждом магазине. Там парик снимали, да? Ой, у нас будет постскриптум. Если вдруг видео вам не зайдет, в конце просмотра лайк свой отожмете. Вы здесь уже? Быстрее бегите сюда. Быстрее бегите сюда. Всем привет. Меня зовут Александр Рогов. Это Мадмуазель Шу. Всем приветики. И сегодня на Рогов Лайв, на который срочно надо подписаться, если вы еще не подписались, и уже срочно надо начать комментировать видео на моем канале, вас ждет ваш любимый формат. Вы это уже давно поняли. Тусе-мусе по магазинам. Мы приехали с Мадмуазель Шу в авиапарк. В выходной день. В выходной день, как обычно. Здесь много людей. Будем сегодня смотреть, что же можно интересному купить. Во многие магазины пришли новые коллекции. Плюс в авиапарке есть магазины, которых в других ТЦ нет. Мы планируем найти Weekday. Вот здесь перед нами Монки. Мы, кстати, не были там ни разу. Мне кажется, мы ни разу Монки не обзирали. Можно заглянуть в Монки. Будет ли в списке в итоге Zara или H&M, пока мы не знаем. Походу здесь все решим. Но пойдем вот в какие-то особенные места. А, здесь еще есть Ривер Айланд. Или как он называется? Тренд Айланд. Тренд Айланд, да. Ривер Айланд. Ривер Айланд. Помнишь такой магазин? В общем, и зайдем в Тренд Айланд. Потому что там есть русские дизайнеры, какие-то странные вещички. Посмотрим, что там можно купить. И перед тем, как мы оринимся по магазинам, расскажем, во что мы одеты. Во что ты одета? Блин, я сейчас... Подожди, я сориентируюсь. Да, поориентируйся скорее. Начинаю с ботиночек. Это Доктор Мартин. Юбка тоже российского бренда. Я поддерживаю российские бренды. Как ты знаешь, это PPC бренд. Очень классное название PPC. По скриптам. Как-то они вот так вот называются. Вот. Футболочка с говорящей надписью. Ой, я хочу, чтобы ее все увидели. Векмо. Потом шарфик есть такой. Моего дизайна личного. Вот. Посвященный моему треку сердца. Так что слушайте трек сердца от Мадмуазель Шу на всех музыкальных площадках. А платочек тоже можно купить. Заходите к шоу в Инстаграму Олега Суранова и ищите информейшн. Да. Вот этот вот бомбер. Ну, все его, наверное, уже знают. Это Альфа Индосис. И любимая Сашина сумка. Он фанат этой сумочки моей, да? Ой, я не вижу твою сумку. Где сумка? Сумку я не вижу. В общем, я ненавижу эту сумку. Но почему-то всем остальным она нравится. И что тоже хочет, пусть носит. Да. Да? Это винтажная сумочка. Ну, а со мной все просто. Она мне новинка. Это вот такие резиновые. Очень странные и безумно неудобные калоши, сапоги от Balenciaga. На мне джинсы Loewe. На мне счастливая уже толстовка R13. Потому что все последние влоги я снимаюсь в ней. На мне красный пиджак от Raff Simmons. Видите, у меня не только Balenciaga сегодня. И в руках нет сумки, потому что все я распихал по карманам. И футболочка. Футболочка. А, я вспомнил, что это. Это Hero of God Essentials. И серьги свои невероятные выкражу. И серьги мои невероятные, которые имитируют тоннели в ушах. Это Maison Arjula. Все. Пойдем в Monki. Ну, пойдемте в Monki, раз уж мы рядом с Monki. Я вам кое-что покажу. В Monki очень смешные парики на манекенах. И здесь есть один парик, который я хотел бы вообще украсть, честно говоря. Это парик Grace Coddington. Очень классный рыжий парик. Они сезон в сезон эти парики используют. И они очень веселые. И вообще, что такое Monki? Monki – это магазин недорогой одежды. Это группа H&M. И скорее, это такой подростковый магазин, но не позорный. Не позорный. И там очень хороший деним. Вот. Пойдемте посмотрим, что в Monki можно купить. Да и в целом у них, кстати, качество, Саша, неплохое. Давай оценим. Вот, например, здесь есть тренч. Из достаточно мягкого хлопка, немножко напоминающего габардин. В общем, тренч в целом неплохой. Чуть-чуть его подгладить было бы неплохо. Ну да. Ну а так сойдет для сельской местности. Давайте найдем несколько вещей, которые мы точно порекомендовали бы здесь купить. Ну вот, тренд сезона. Топы сетки с швами наружу. Вот смотри, как ты любишь, с кривенькими такими. Да, да. И вот такие топы можно как раз-таки надевать под что-то неожиданное. Под платье на бретельках, под какой-то топ верхний с тонкими бретельками. И стоит этот топ 1100 рублей. Вот. Ну вот это пальто, я бы не сказал, что классное. Дурацкий фасон, оно какое-то чуть-чуть зауженное. Давайте оно посмотрим, Саш. Мне кажется, от цены будет зависеть. 5 тысяч рублей. А, за 5 тысяч рублей рекомендую. А тебе такое нравится? Ну это очень прикольно. Мне тоже нравится. Потом какое-то приятное. Знаете, это облако. Оно очень приятное на ощупь. И очень похоже на мою любимую баленсиагу. У меня есть в зеленом цвете такая флисовая кофта. И вот, пожалуйста, нет денег на баленсиагу, зайдите в Монке. Стоит этот анорак 2500 рублей. Ну это очень, мне кажется, прикольно. А с чем бы ты это носила? Ну, не знаю, банально. Мне кажется, платье может быть каким-нибудь вообще. У Шу всегда такие неожиданные стилистические решения. Почему? А ты бы с чем надел джинсы? Ну начнем с того, что я бы это не надел. Не, ну с джинсами банально. Рома Райтник как бы надел. Да, Рома Райтник как бы надел. Ну, пока я мнение своего и не поменял. Это действительно магазин надежды для подростков. И выбор огромный. Но меня как-то не прет. А ты вот с таким платьем бы надела? Ну вот, условно платье. Нет, мне кажется, я бы надела с чем-нибудь вообще не сочетающимся с этой кофтой. Цветочек? Ну, типа того, да. Ага, или с черным с чем-то. Да, можно. Но точно не с джинсами. А это красиво? Не знаю, нет, наверное. Кстати, если у вас нет возможности купить толстовку R13 вот с такими потертостями, пожалуйста, купите толстовку в монке. Я бы даже не сказал, что она очень неприятная. Ну, внутри с начесом, как я не люблю, но по бокам, например, есть вот такие разрезики. Если бы здесь еще не было пятна, было бы вообще идеально. А потом дома вы возьмете ножницы и вот смотрите, чуть-чуть вот так состарите манжеты, чтобы нитки торчали в разные стороны. И снизу тоже. А вот это мне больше нравится. Как обычно, пока я давал какой-то очередной нелепый совет, Шу нашла альтернативу удивительной вещице. Вот это, наверное, на любителя, а вот это попроще интегрировать. Даже вот с твоей юбкой можно было бы надеть. Да, есть еще джинсы, видишь, или брюки, что это, но это совсем как этот. Ну, это какая-то корова. Да. Но джинсы ничего. Да. Кстати, ты была права. Для ним здесь супер. Или мне кажется, вот типа с таким цветом прикольно. Нет? Да. Вот еще какая-то нега. Смотри, Саш. Что ты к этим кофтам противилась? Не знаю, мне почему-то нравится. Я нашла за 2,5 тысячи рублей вот с таким эффектом деграде. 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 С эффектом деградации. Как твой свитер Селин. У меня тут не прет. Не прет, да. Ну, пойдем отсюда. Тут есть прикольные вещи, правда, рекомендую к Монке присмотреться. Даже, например, вот такое укороченное пальто, смотри, тоже бомжатское. Да, вот это супер. Немножко на Гуччи похоже. То есть, в целом, если здесь с вдохновением поковыряться, можно найти что-то интересное. И вот это пальто в Монке вам обойдется. Странно, что нет цены. А я бы вот это рекомендовала. 5 тысяч рублей. 5 тысяч рублей стоит пальто. Я бы вот эту рубашку рекомендовала, Патру, какая классная. Нет? Мне не нравится. Не нравится. Ой, а с юбкой нравится. Вот. Вот рубашка отдельно не нравится, а с юбкой я прям комплектик рекомендовал бы. Да, это симпатично. Меня начинает переть в Монке. Вот, так что... Да, это прикольно. Или вот платье есть, можно в раскрытом виде рубашкой, будет внутри еще платье. Мне вот эта юбка дурацкой длины прям нравится. Да, она прикольная. Ну, я скажу, что ткань, конечно, не самая приятная. Такая немножко с эластанчиком, суховатая на ощупь. Но в целом... Ну, в целом ничего. А здесь? Здесь приятно. Ну, вот тут поприятнее. Она такая какая-то мягонькая. Рубашка стоит 2,100. Юбка стоит тоже 2,100. И реально комплект получается интересный. Смотрите. Аксессуаров добавить, либо в минимализм поиграть, либо наоборот усложнить и сделать такой стайлинг в стиле Гуччи. Будет забавно. Вот жучий кутюр, видишь? А это так трогательно, что если есть вещи-кармашки, они везде рукавчики засовывают. Вещи сами засовывают, кстати. А, ночью, наверное, да? А это что? Это какой-то Симон Рошизм. Мы нашли платье в стиле Симон Роша. Прикольно. Я рекомендую купить огромного размера. Вот это платье, например, в размере XL. И выглядит оно, правда, классно. Вот, смотрите. Черные колготки принципиально, полупрозрачные. Грубые боты. И платье в стиле Симон Роша. Рисуночка моя. На всю эту сумку свою пихает везде. 3000 рублей снять платье. И, как ни странно, у Симон Роша даже ткани такие же. Да? Такие синтетические, с набивным каким-то рисунком. Нет, это платье классно. В Монке прет. Вот тоже Симон Роша вполне себе. Да, еще ленточку вот здесь. Я бы тоже огромную рекомендовал купить. Как они, камеи, по-моему, называются, да? Вон цацки всякие, Саш, смотри. Смешные. Ну, кстати, все это выглядит очень модно. Всякие пластмассовые украшения с камушками. Вот, смотри. Стоят, ой. Проверил на прочность. Камни не выпали. 1100 рублей стоит набор. Вот это милые, смотри, с грибочками. С грибочками вообще. Это Китти Перри наверняка оценила бы. И вот, смотрите, еще и смешные. Как будто Блин Сиаго. С мишками Харибу, да. И, правда, очень прикольные, наивные украшения. Очень сейчас актуальные. Действительно, большие модные бренды сейчас выпускают похожую бижутерию. Она, может быть, по качеству чуть и лучше, но выглядеть будет так же. Я хочу кое-что сделать. Померить парик? Он приклеен. Саша. Да я знаю, он оторвался случайно. Я чиню. Такой красивый парик. Ну, представьте меня в этом парике. Шум не идет? Да, ты очень красивый вообще. Ну, в общем, я бы хотел такой парик в коллекции иметь. В моей коллекции париков. Не получилось примерить парик. Тебя спалили. Да я бы успел его надеть, если бы они его не пристегнули. Он приклеен к чему-то. Надо было срывать прям. А теперь она за тобой следит. А я вообще больше не буду нарушать правила. Вот тоже, смотри, что ли? Вот еще вариант, смотри, я нашел флисовый. А, нет, это не нравится что-то. И вот Симон Рошану, это ужасно. Ой, да, это ужасно очень. Давайте, кстати, обсудим этот момент. Мы сейчас вам показали платье из розовой такой тахты набивной. И то платье мы рекомендуем. А вот это из прозрачной органзы, конечно, рекомендовать я не стану. Ну, две с половиной тысячи рублей оно стоит, а выглядит еще дешевле. А вот такие нравятся тебе? Я, честно говоря, не очень люблю вот эти этнические рисунки. Нет, а вот эта ткань тебе именно нравится? Это очень похоже на семьяки. Да. Такая плессированная ткань. Прикольно. Но мне нравится, когда из такой ткани какие-то более сложные вещи сделаны. Например, не с вшитым рукавом, а когда это цельнокроеная такая вещь. Они драпируются, да, еще. Ну, мне кажется, что монки мы в целом можем рекомендовать. Тут можно найти прикольные фанки-манки вещи для создания такого специфического стайлинга. Здесь еще и бельевой отдел есть. Чисто в зале. А нас не выгнали. При этом парик снять не дали. Охрана за всем следит. Все вещи красиво разложены. И цены вполне себе ничего. Да? Да, и вещи милые все время. Видишь, эти в кармашки складывают лапки. Опять. Пойдемте дальше. Мы хотим выяснить, где находится магазин Weekday. Это очень классный бренд. Тоже группа H&M. Да, ведь? Да. Но, насколько я знаю, здесь очень скудно представлен этот бренд в магазине. И наверняка будут преимущественно простые базовые вещи. Но мы должны этот магазин найти. Кстати, рекомендую на Weekday подписаться в Инстаграм. У них очень прикольный Инстаграм. У них еще классные коллабы. Думал, Weekday – это Weekend Максмана. Радикально разные. Так, а где этот? Там вот инфостойка. Может быть, нам так скажут. Ну, пойдем. Weekday, я вижу его. Вон он. Где? Вон, наверху. Ой, Weekday на третьем этаже. Ну, поехали на третий этаж. Ой, шопинг – это такое дело непростое. Едем уже два часа на этом эскалаторе на третий этаж. Есть только мих. Мих. Есть только мих. Вон он, Weekday. Пойдемте. Ой, хочется заходить, смотреть. Вон пуховик какой-то классный. Цвет. Да, с женской стороны начнем. Бомберы. Ну вот, смотрите. Бомбер прикольного цвета. В магазине Weekday. Размер XS – 6 тысяч рублей. Очень классный. А твой сколько стоит? Ну, тысяч 12-15. Ну, вот смотрите, если нет возможности купить Alfa Industries, можно купить Weekday. Качество – супер. Швы – супер. Фурнитура – супер. Я смело могу рекомендовать. И у меня в руках XS. Бомбер выглядит объемным. Значит, XL будет тоже достаточно большим. Это какой классный цвет, да? Вау, фашлон какой классный. Вообще супер. Смотрите, задрипаж, застираш в стиле бренда Kanye West. Изи. Изи. Видите, такой задрипанный немножко. И классно будет на лето. Единственное, что здесь снова внутри вот этот начосик. Но внутри просматриваются петельки. То есть, я думаю, сильно лезть он не будет. Ну, знаешь, какой-то не такой неприятный. Сколько стоит? Так, сколько стоит? Сейчас... 2,600. Ну, нормально, Саш. Ну, 2,600 – нормально. Еще для стайлинга вещички, например, классные. Здесь алкоголички с таким высоким, видите, глухим горлом. И алкоголичка здесь стоит 799 рублей. Вообще нормуль. Слушай, симпатичная, да, прям? Да, вообще здесь неплохо. Weekday точно рекомендуем. Еще одна классная толстовка. Смотрите, и почему я их хвалю, они объемные и слегка укороченные. Точно классно будут смотреться на фигуре. И цена 1999 рублей вполне себе оправданная. И классно, что вещи по цвету сочетаются. Вот здесь есть еще и такие неплохие джинсы сравнительно прямого силуэта. Чуть-чуть зауженные. Стоят 3,5 тысячи рублей. Класс. Мне очень нравится. Смотри, какая прикольная сетка, да, вообще. Мы с вами сейчас видели сетку в Монке, но она достаточно простого была кровать. А это вот. И смотрите, с таким интересным. Как в Y-Project, да? Немножко голографическим принтом. Вот для стайлинга тоже интересные жилеты. Вполне себе актуальный приемчик как-то поиграться с жилетом. Но только главное не превратиться визуально в официанта. То есть это не белая рубашка и жилет, а это какой-то многослойный лук. Толстовки с капюшонами, укороченные пуховички. Викдей, конечно, прикольные, да? Да. При этом я, конечно же, все-таки сказал бы, что это скорее база, но база не банальная. Вот еще мне, например, очень нравятся вот такие школьные юбочки. И это прям реально похоже на школьную форму Советского Союза, потому что у девочек была именно коричневая форма. Мне кажется, это здорово, да, еще чтобы белые трусики чуть-чуть было видно. Я когда стилизовал группу Серебро, тогда еще при Максе Фадееве все это было, и нас прям очень сильно просили, чтобы всегда было видно чуть-чуть. Пикант лучше, да? Ну, я хочу, чтобы вы не думали, что я тут все вот только нахваливать буду. Вот, например, жакеты. Викдей я бы не рекомендовал. Выглядят они, конечно, не очень симпатично. Жакеты поискал бы в другом магазине. Но в целом этот более-менее удобоваримый, 5000 рублей он стоит. И он хотя бы объемный, что он не узкий. И уши в руках офигенная вещь. Сейчас вообще очень актуальны вот такие узоры, размытые, голографические. Да, типа Y-Project мне это напоминает. При этом это можно носить как платье, а можно как топ. Ой, какие джинсы симпатичные, смотри. Показывай. Пятны. Да, очень классные. Красивые джинсы, много здесь интересных оттенков. Тоже такие сложные джинсы можно упростить, например, верхом в тон одного из пятен на джинсах. Джинсы стоят 3999 рублей. Цены норм. Реально, цены норм. Норм. Я просто переживал, что мы сегодня будем ходить по магазинам, опять гундеть, что цены очень поднимаются. Нет, нормально. Да, они супер дешево, конечно, но вполне себе норм. Ну, Саш, знаешь, для такого качества, тут действительно неплохое качество. А вот, смотрите, еще тренд сезона. Balenciaga. Видела у них джинсы с накладными карманами? Смотрите, немножко нулевые. А помнишь, Саш? Вот такие джинсы-бананы с накладными карманами. Сюда нужно еще повесить цепи, еще чтобы какие-нибудь штучки болтались. Вот то, что нужно. Стайлинг в стиле группы «Отпетые мошенники». А вот джинсы, смотри, еще один из трендов сезона. Очень низкая посадка. Вот это оно. Смотрите, они будут очень низко сидеть. Видишь? Да. И модно еще вот этот вот цвет, как будто ржавый чуть-чуть. Видите? Еще одни модные джинсы мы нашли. Это Weekday, я вам напомню. Вы смотрите Rogue of Life. Подписывайте, комментируйте, ставьте лайки. Если вдруг видео вам не зайдет, в конце просмотра лайк свой отожмете. Вот эти экстра модные джинсы стоят 3999 рублей. И вот если пару лет назад я говорил, ни в коем случае не собирайте луки в стиле Бритни Спирс из нулевых или Кристина Гиллера. Сейчас это просто супер топ. Луки в стиле Бритни Спирс, Кристины Агиллеры, конца 90-х, начало нулевых. И эти джинсы про этот стайлер. Да. Открытый живот. Главное, чтобы он прилично выглядел. Какие-то короткие топы, сетки, бижутерия. В общем, это супер топ. Мы с Шу, конечно, уже олды так одеваться. Но вот молодежь, которая не застала то время, они за это стали зацепили. А что это, молдый? Вот возьму и надену. Вот так. Ну а что? Ну ладно, хорошо. Не подходит так тебе? Подходит. Ну а что? Ты у нас с голым брюхом будешь ходить? А что, у меня нет брюха. Хорошо будет ходить с голым брюхом. Ой, а вот это классно. Я на самом деле хочу себе таких маек. Под пиджаки, если носить, чтобы вот здесь спереди было красиво. Что? Красиво. Молодой такой. Но в отличие от тебя, у меня есть брюхо. Я себе не могу такое позволить. А тут брюхо закрыть, да? Нет, правда, это один из трендов сезона. Да, да, да. И у меня есть бренд новый, любимый, называется Dion Lee. И вот он очень часто использует всякие сложные вырезы на трикотаже. И если в Dion Lee такой топ будет стоить 200-300 долларов, то здесь 999 рублей. Супер. Дешевле, чем в Биржике. А ты теперь боишься говорить, да? Я бы помолчу тебе. Толстовки супер, флис супер. Распродажа. Вот толстовка обрезыш супер. Рубашка, куртка супер. Нет, правда, мне все нравится. А вот, смотри, мужские джинсы, что ли. А у них, наверное, унисекса много. А я хочу показать классную вещь вам. Смотрите, тоже тренч бомжатский в стиле баленсиага. Ну да. Я бы его даже не отпаривал. Вот он, хочется, чтобы был мятый. Да. Да? Подкладку какую-нибудь в клетчатую. А можно поступить как в Эдмо. Помнишь мой тренч с пришитыми шарфами какими-то? Можно купить несколько шарфов с висюльками. И сюда в качестве подклада пришить, чтобы снизу все это болталось. Павлопосадский, по-моему, да, платки? Там Павлопосадский или клетчатый. Вот у меня клетчатый есть. Тренч стоит всего 7999 рублей. Нормально. Даже девочкам порекомендовал бы его из мужского отдела купить. И классная фишка, если вы никогда не потеряете пояс. Видите, он пристегивается. Вообще идеально. Я вам люблю, что он мужской, на самом деле, из женского отдела. Но в Ипдей все отделы так похожи, что это может быть и мужской, и женской коллекцией. А вот мужской, видимо, тренч, да? Ой, какой классный тоже, смотри. А что это за размер? Это L. А какой максимальный? Смотрите, мне кажется, я даже сегодня могу наконец примерить вещь, и она мне будет немала. Да, смешно. С вами галоши, вообще супер. Да, очень прикольный такой тренч Макинтош. Без сложных элементов, просто на пуговице однобортный. И такой тренч мужской, но он, может быть, унисекс. От Викдей стоит 5999 рублей. Классный? Да, мне нравится. Ну вот, как здорово, что мы пошли в магазин, в котором мы как-то не были. А Denim, смотри, какой классный. Denim супер. И выстиранный, и засатый, и белый, и черный. Идеальный. Качество вообще бомба. Очень хорошо. Сколько стоит? Я, на самом деле, неоднократно вам уже рассказывал, что нет смысла покупать Denim в люксе, потому что качество материала очень часто схожее. Поэтому вы в большинстве случаев платите только за бренд. Поэтому, если вы от бренда не зависите, как я, то можете прийти в Викдей и купить себе джинсы здесь. Цена в среднем 3,5-4 тысячи рублей на любой вкус. И классно, что здесь фасоны простые. Они не очень узкие, не очень широкие, просто симпатичные фасоны. Тоже классная парка. Тысячи рублей по распродаже, прикинь. Вообще бомба. Классная парка. И вот такие куртки сейчас еще актуальны, похожи немножко на телогрейки. Тоже симпатичный вариант. Мне кажется, все подумают, что нам в Викдей заплатили, что мы тут хвалим, ходим и радуемся. Да нет, нет, они подумают. Мне очень нравится. Мы просто первый раз же сюда пришли. И мы, так сказать, оверэксайтед. Да? При входе базовый трикотаж. Вот, например, футболка XL 999 рублей. Таких цен вообще давно не видел. Посмотрите. Реальная футболка XL. Классная футболка. Очень рекомендую. В белом цвете есть, в сером цвете есть, в бордовом цвете есть, в черном цвете есть. Зачем? Лисовые шорты с начесом. Еще одна рубашка, похожая на ватник. Кстати, отличная находка на весну, потому что это стоить будет 5000 рублей, а при этом это и рубашка, и куртка. Очень актуально сейчас это. Мне нравится, что у них вот этот эффект есть, выбеленный. Это очень классно. Классная очень толстовка. Давай тоже покажем худи на молнии. Я тоже, мне кажется, в одном из влогов уже говорил, что по ощущениям от толстовок все уйдут и вернутся опять именно к худи на молнии. Смотрите, какие офигенные цвета. Выстиранный эффект. Выглядит очень дорого, а стоит 3300. Даже синий цвет здесь не бесит. И классно, что здесь фасон хороший. Потому что в Юникло тоже хороший трикотаж, но там очень простые фасоны, чуть-чуть заужены. А здесь то, что надо. И вот из мужского брюки, который я порекомендовал бы девочкам. Сейчас все девочки ищут брюки, сидящие на бедрах, широкие и с защипами. Посмотрите, очень интересный цвет, такой фиолетово-вишневый. Широкие брюки. Да. И здесь есть какой-то интересный свитер. Ой, это даже кардиган. Вот, пожалуйста, вам лучок. Но единственное, что вот это все будет во рту опять. Ты не любишь такое пушистиков. Пушистики не подходят. Давай ставить оценку виглей. Пять за дизайн однозначно. Пять за чистоту в зале однозначно. Четыре теперь за то, что сломано оборудование в зале. Починено. Починено. Пятерка за оборудование в зале. Очень хорошо. Очень хорошо. Давай сделаем. О. Мы дебоширим в каждом магазине. Там парик снимали, да? Да, тут оборудование поломали. В общем, виглейлей рекомендую. Можете смело заказывать вещи онлайн. А онлайн еще и выбор гораздо больше. Размеры соответствуют действительности. Рогов подтвердил. Пойдем дальше. Да. Еще у Вигде коллабораций много, но они в магазинах не представлены. А, не только в онлайне? Да, в онлайне только. Вот смотрите, даже какая толстовка интересная. Вроде бы простая, а при этом у нее V-образный вырез. Интересная фишечка. Интересный рисунок. Класс. И качество. Мы с вами идем в Trend Island. Это универмаг в универмаге. То есть это open space, где бренды могут арендовать. Площадки и представлять свою продукцию. Я давно здесь не был, честно скажу. Здрасте. И столько же бы и не быть. Да, мне кажется, что мы здесь задержимся ненадолго. Очень сорно. И очень много всего. Темно как-то. Ой. Ну вот бомбер какой-то а-ля Bottega Veneta здесь есть. Usual Suspects называется бренд. Бомбер стоит, блин, так дорого. 20 тысяч рублей. Визуально в целом выглядит неплохо, но 20-ка что-то дороговато. Шу, ты где? Я здесь. Ну, что-то это. Как и вон. Шу, вот это новая коллекция. Ты рекомендуешь это к покупке? Я очень это рекомендую к покупке. Как понимаете, это шутка, конечно же. Вот этот трэш, Саш. Как стоит? 5900 все это стоит. Я, в принципе, не против неона, я не против блеска. Но это так не актуально. Так бесвкусно. Но на самом деле все можно судить манекеном. Вот посмотри на эту манекенную группу, на ту. То есть в целом все понятно. Давай быстренько вот так еще пробежимся. Давай быстренько. Ну, или вот тоже. Ну, вроде бы опять. Ну, вроде толстовка, ну, вроде с капюшоном. Ну, что это за дизайн? Ну, Эль Концепт. Цена 5900. Идете в weekday за 3500 рублей покупаете офигенную модную толстовку. Актуально. Ну, это что? Я никого не хочу обидеть. Никого не хочу обидеть. Ну, вот что-то здесь хоть какая-то с затеей. Какие-то вырезы. Ну, тоже такая. А потрогай, вот какая ужасная ткань. Как-то безвкусно все. Да, вроде бы даже актуально. И вырезы здесь есть, и асимметрия, платье на одно плечо. 9900 стоит. Ну, ткань очень такая плотная и на ощупь неприятная. Мне кажется, что даже соски натереть можно до крови. Ну, Эль Концепт можно похвалить, в принципе. Вот есть тот жакет с достаточно симпатично сделанными латканами из льна за 20 тысяч рублей. Ну, вот платье затеяливое, видишь, с этим. Это дорого. С какими-то штуками. Ну, дорого. Не знаю, да. Как-то все это представлено еще так. Как все зависит все-таки от места, да, где вещи располагаются. Причем мы когда-то раньше здесь даже снимали шоппинг для успеть за 24 часа на СТС. И здесь было красивее визуально. И мне кажется, бренды были какие-то вполне интереснее. Да, и прошло, наверное, сколько, года четыре с того момента. И вроде бы зал сам не поменялся, но часть декорации убрали. Все развешено, как на складе. Я обращаюсь к тем, кто занимается тренд-айландом. Но как-то нужно тщательнее выбирать бренды и, возможно, нанять все-таки какого-то мерчендайзера, который будет сделать весь зал модно. И еще мне кажется, что в таких универмагах должны быть бренды, привлекающие трафик. То есть сюда в любом случае нужно завести два или три бренда ключевых, ради которых сюда изначально вот эти люди, эти бренды подтянут к своему уровню остальные. А сейчас, ну, расстройство какого-то. Честно, я пошел бы дальше. Пойдем. Амникена, ну что это? Вот она стоит, видишь, в Панаме. Вик еще с магнитом. Да, бог с ним с этим пальто, даже бог с ним с этим жилетом оранжевым. Но можно же прикольно это одеть? Или даже, я понимаю, что здесь локации под разные бренды, но можно же все это объединить в одно? То, что вот это, это только этот бренд. А если манекены одеть во все, что здесь есть, и сделать это как-то концептуально интересно, ну, словно, как в коллет было в Париже, вот ты заходишь, и ты здесь вдохновляешься, чему-то учишься. А мы зашли, это просто склад с яркими декорациями. Сейчас пойдем отсюда. В общем, так, порекомендовать Стрэнд Айленд мы не можем, но раз это место есть, значит, это кому-то нужно. Если у вас есть покупки Стрэнд Айленда, делитесь ими с нами, но не обязательно. Ну да, боже, сколько людей. Я реально в шоке. Я просто в шоке от того, сколько здесь людей. И самый большой прикол, магазины пустые. То есть люди просто ходят по коридорам, они здесь едят, они тусуются, болтают, развлекаются. Потому что смотри, в Брусники никого нет, в ТОМ магазине никого нет, в Джек Волфскин никого нет. Ну вот в Иконике только просто сумасшедший дом. Может, там акция какая-то идет? Да нет, у них хорошо покупают всегда, у них же размерная сетка хорошая. А, это правда. Да. Кстати, если хотите обзор, например, магазинов с аксессуарами, например, обувные. Мне кажется, было бы интересно. Пишите, вот сходим в Иконику для вас. Ага, видишь? Ай, змея прям. Пойдем, ладно. Развлечение в авиапарке смотрит на рыбок в аквариуме. Давайте в Заре шлифанем чуть-чуть. Мы там были, кстати, с вами в начале этого года и как раз-таки обсуждали сейл. И смотрели на то, что в тот момент уже поступило в магазины. И была одна база. Посмотрим, что в Заре есть сейчас. Вот, рэф неоновый. Ну вот, тоже одежь, но при этом и фасончик помоднее, и на ощупь приятно. Ну вот, нитку только сейчас оторвем одну. Нитка здесь не нужна. 4 500. Укороченный, совершенно нефункциональный бомбер, стилеобразующий. Миксуете его с чем-то неподходящим. Не про спорт. Я бы предложил сюда либо классику, либо базу. Ну, видно, сезон начался. Поставка случилась. Вот еще, пожалуйста, оранжевые лодочки, обтянутые тканью. Стоят они 4 300. Вот в руках ушу намек на баленсиага ситибэк. Сумочка стоит 3 599. Понятно, что она не из кожи. Ну, прикольно, что она выглядит. Да, я бы отстегнул вот эту ручку. На цепочке она как-то симпатично выглядит. Ну, такой закосик немножко под баленсу, но хотя бы не прямое цитирование. Просто вот эти сложных элементов. Сезон начался масштабно. Очень много цвета. Здесь есть и фуксия. Например, жакет вот такой объемный, немножко в стиле Жак Мюс. Поза-поза прошлой коллекции стоит 6 999 рублей. И обратите внимание на сочетание цветовое, которое здесь мерчендайзеры нам предлагают. Оранжевый и розовый. Очень красиво. Очень красиво смотрится. Ничего, жакет хороший. Как я Леон, не Хан? Или как я ее зовут? Да, Ханя Леона. Ханя Леона. Глоберша. Вот это все прям про нее. Много цвета, много ярких вещей. Но если вы проанализируете стиль Ханны Леоне, то вы поймете, что она берет яркие вещи простого силуэта. То есть они простые сами по себе. Из-за яркого цвета вместе это выглядит здорово. Я могу советовать этот жакет. Он хорош. Он неплохо. Мне нравится, что здесь доработаны все лацканы. И платье это могу советовать. Такой у нас, видимо, будет сейчас квык-обзор Зары, да? Угу. Даже распродажа еще не закончилась. И все там смотрят. Мне вот это нравится. Классно, что они такие тверденькие, укороченные. Фанки-манки в свитерочке. А мне нравится с ромашкой. А вот это вообще наивняк классный. Красивый. Угу. Ой, вообще прикол. Классный. Приятный такой. Да, такой наивный джемперочек за 3599 рублей. Даже я бы носила. Но мне тоже тогда хочется это в чернуху ввести. Да, да, да. В любом случае нерадужность добавляем. Да, да. Вот чего-то агрессивного к такому джемперу. Однозначно. Ну, мы с вами находимся в отделе ТРФ. И если здесь такой масштабный цветовой вброс случился, пойдемте на основной этаж, посмотрим, что там из нового есть в основной коллекции. А я же недавно вел онлайн-конференцию Inditex. И столько всяких секретов внутренних узнал. И Зары, и Бершки, и Массимо, и Страдивариуса, и так далее. И, возможно, когда-нибудь вам об этих секретах расскажу. Жакет цвета фуксия полуприлегающего силуэта за 9000 рублей. Здесь уже дороже, чем наверху. Неплохой. Ткань форму держит. И вот это платье нам в прошлый раз понравилось с шумом. И наш коллега Марианна Елисеева надевала это платье недавно на какую-то вечеринку. И надела поверх такого кружевного бра, чтобы здесь появились лямочки. Платье классное, но оно должно вам по росту подходить. Потому что здесь отрезная талия, оно должно сесть именно правильно. И на небольшую грудь. Потому что здесь вообще чашечек почти нет. Платье просто упадет. И как раз-таки под него я тоже рекомендовал бы что-то еще надевать. Кстати, вот из монки можно вот этот топик трикотажный из сеточки, который я вам показывал, с швами наружу. Вот к этому платью добавите. Платье уже не будет выглядеть так банально и скучно. И любви к Дэйму, видишь, с разводами такими какими-то. Ну вот какую-то сетчатую трикотажную футочку. И сразу модное оно станет. Но платье, правда, неплохое. Так. В этом же цвете есть пальто. В этом же цвете к жакету, например, есть вот такая микроюбка. Микроюбки очень будут актуальны. Вот это в стиле 60-х вполне себе вариант. Плюс вы можете ее сделать юбкой, сидящей высоко на талии, купив ее по размеру. Либо можно купить на размер больше, чтобы юбка сидела чуть ниже на бедрах. Это тоже будет выглядеть очень модно. И я тоже добавил бы к этой юбке вот такой топ из сетки. А вот этот жакет говно. Кстати, вот я жакету нахваливаю. И если вот тот розовый из плотной ткани, то этот прям, смотрите, из такой тоненькой сопливой ткани. И выглядеть все это будет нехорошо. 8 тысяч рублей целых стоит. Вот его я не рекомендую. Много цвета в Заре, как видите, желтый. И, кстати, в такой ткани, по-моему, в позапрошлой коллекции вещи уже были. Вот, видимо, повторили. Вот есть зеленое симпатичное пальто, пальто-жакет. То есть вы можете купить эту вещь как весеннее пальто или можете носить как удлиненный жакет. Даже как жакет-платье. Смотри, да? Цвет зеленый, конечно, поднадоел. Но при этом почти не бесит уже. Потому что все от него немножко ушли. Ботега даже заменила зеленый на розовый, на желтый, на бирюзовый, на какой-то синий. Что к зелененькому можно будет вернуться в сезоне. Я планирую. В целом это неплохо. Лацканы качественные. Цена 9000 рублей. А эти классные. И вообще супер. Вот ботега. Туфли-уроды. Классные, да. 8000 рублей. Из натуральной кожи. Супер. Выглядит здорово. Да, да, да. Немножко на винтажные даже. Ну, такие штучки тоже актуальны. Но вы понимаете, да, что нужно обладать определенными параметрами, чтобы вот такое носить. Очень много цвета. И синий, и оранжевый. Опять зеленый. Очень много можно монохромных луков составить ярких. С вещами из новой коллекции. Вот эта вещица симпатичная. Если вы устали от жакетов, можно купить себе вот такой кейп. Мы недавно на съемках секретных от них использовали похожий кейп, только в другом цвете. Очень красиво смотрелся. При этом, если вы не очень высокого роста, это может быть даже платьем. И можно на распашку носить с чем-то базовым, простым. С теми же самыми джинсами и тельняшкой. Да, это мне нравится. Ну, кстати, не дешевый, по-моему. В 9, по-моему. 8 тысяч. Я думал, дороже. Ты что-то закисывал? Нет, я не закисывал. Мне кажется, что это... Чем глубже, тем хуже. Хотя обычно наоборот. Да, здесь уже как раз более базовое что-то, более понятное. Видишь, какое роскошство какое висит. Не, ну вот это прикольно. Ну, это если огромное купить, тоже прикольно будет. Ну, опять же, да, с шипами. Вот эта классная юбка из льна плотного. Она прям тяжелая. Я бы тоже ее огромную предложил купить. И как-то вот здесь, может быть, кожаным ремнем еще задрапировать. Вообще супер. С футболкой какой-нибудь мерчевской даже, да? Типа вот моя ACDC вообще супер. Или Rolling Stones какая-нибудь. И вот это платье классное. Да, оно классное. Я бы огромное рекомендовал. Ну, понятно, да. Это маленький, наверное, XS. Это XS, есть два XL. 6 тысяч рублей стоит. Выглядит, правда, неплохо, потому что это все реальная вышивка. Вот здесь практически вручную как будто бы сделана работа. И, поверьте мне, через месяц я забуду, что она продавалась в Zara. Это платье немножко как будто бы даже из винтажки французской. Ну да, типа с чокером, с шипами, да? Такое. Да, в Лолиту поиграть. Да. Ну вот это тоже тренд. Отсутствующие элементы на одежде или вырезы. Шо, ну мне кажется, что все. Ну да. Про Zara что скажу? Ну, а что, мы уже сто раз говорили. Все то же самое. В Zara есть Zara. Все то же самое. В Zara есть Zara. Симпатично, модно, актуально, много всего на любой вкус. И минимализм, и ярко, и там уже немножко летнего появилось. И этно. Все, что хотите. Качество добротное. Цены высокие. Высокие. Но если покупать точечно, то вполне себе гардероб своей инвестиции прикольные, сезонные вы найдете. Zara рекомендую в зале. Достаточно чисто. Несмотря на то, что мы в выходной день. И здесь, правда, много людей. Все симпатично, как обычно, развешано по зонам. Мерчи работали. Да, да. Литрина красивая. Моники, она симпатичная. Так что Zara, что, пять? Как всегда. Zara, пять, как всегда. Ну все. Пойдем? Ну все, ребят, пока. Вы смотрели Рогов Лайв. С вами был я, Александр Рогов. Была мадемуазель Шоу. Пока-пока. Надеюсь, было полезно, увлекательно, интересно. Я надеюсь, что бренды, к которым у нас были претензии, на нас не обидятся. Все. Чао. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Еще увидимся. И пишите уже, наконец, вы хотите что-то, кроме шоппинг-влогов? Потому что это уже, по-моему, четвертый выпуск подряд. С шоппингом. Хотите ли вы, наконец, посмотреть на что-то еще? На студийке, на обсуждалке, соскучились ли вы по завтраку с королевой? Может быть, вы хотите красные дорожки обсудить с Карцевым, встретиться? Пишите в комментариях. Ваша обратная связь нам очень важна. И мы будем делать тот контент, который вас увлекает. Шоппинг вас точно увлекает. Я вижу по просмотру. Пошли, пошли, пошли. Пока. Саш, смотри. Ой, у нас будет постскриптум. Пойдемте, увидим такое. И утерк постскриптум. Заходите. Здрасте. Здрасте. Помните, мы как-то с вами здесь были. Здесь было столько всего. А сейчас это пустой магазин. Потому что, как я уже рассказывал, утеркой закрывается. И магазины освобождают от вещей. И я знаю, что будет с утеркой происходить. Теперь из первых уст. Я вам рассказывал, что я был на конференции Inditex. Итак, бренд не закрывается. Бренд останется. Принято решение к бренду привлечь большее внимание. Потому что магазины специфически яркие. И большое количество аудитории сюда просто не заходит. Поэтому его интегрируют внутрь Массима Дути, у которого больший поток людей, которые привыкли покупать более спокойную одежду. И внутри Массима будет корнер. Похоже даже немножко на поп-ап. То есть коллекции будут меньше. И все это будет представлено там, внутри, с яркой утеркой. То есть это не будет Массима Дути, яркая. То есть утеркой все-таки остается. Да, утеркой остается как бренд. Просто это не будет представлено в отдельных таких локациях. Они будут находиться внутри Массима. И, соответственно, это будет лаконичный Массима с каким-то вот этим цветомым бросом. Присоцентр будет не в каждом магазине. Насколько я понимаю, будут выбраны локации, где утеркой будет представлено. Прикольно. Вот. Ну все, теперь точно шопинг-флог мы закончили. Жалко, что утеркой закрывается. Вот смотрите, здесь уже все по сусекам все поскребли. Уже какие-то последние вещички висят. Я думаю, что на днях магазин закроется. И даже, возможно, на момент выхода влога утеркой магазинов уже не будет существовать. Все, еще раз пока. Чао-као. Ну поехали. Ну вот.